Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео, как и обещал на прошлом видео, я вам расскажу о том, как мы можем изменять какой-то контент в Activity из фрагмента, который загружен в это Activity. То есть, смотрите, у нас есть Activity, в этом Activity есть текстовое поле, где по умолчанию Empty написано. Также в Activity загружен Frame Layout, в этот Frame Layout выгружается фрагмент, в этом фрагменте есть кнопка, и мы при нажатии по кнопке должны, при нажатии по кнопке будем менять контент в текстовом поле в Activity. То есть, кнопка есть во фрагменте, и при нажатии по этой текстовой кнопке во фрагменте мы меняем какой-то контент в Activity в текстовом поле, которое находится в Activity. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это оперативно, качественно на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете как правильно изучать андроид разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по андроид разработке, при этом не понимая что применять, а что уже нет. Вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу или например вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций или вы хотите чтобы вас провели от уровня ничего не понимают до обеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии андроид разработчик, ссылка на сайт где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной есть в описании к этому видео, также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую, до встречи на обучении. Нам нужен фрагмент и нам нужен посредник, который будет общаться. В качестве посредника выступает интерфейс, название может быть любое, я просто назвал loadData и здесь записал вызов этого метода loadData, куда мы будем передавать некую строку. Я назвал аргумент контент. Далее в самом фрагменте мы все по баннингу подключаем, мы здесь создаем объект вот этого посредника интерфейса, далее мы навешиваем обработчик нажатия на кнопку, да и в XML шаблоне нашего фрагмента просто есть кнопка с определенным индишником, больше ничего нет. Так вот, мы вешаем обработчик по этой кнопке, да и вызываем метод в этом интерфейсе, обращаемся к интерфейсу loadData и вызываем там метод, вот этот собственно, который называется loadData и передаем в этот метод текст, который мы хотим передать в Activity. Теперь, самое главное, нам нужно в двух методах жизненного цикла, в данном случае фрагмента, реализовать два метода. Первый метод будет отлавливать наш listener, то есть наше нажатие и определять его. Второй метод будет препятствовать утечке памяти и очищать наш так называемый listener, то есть мы должны его занулить. Это очень важно, чтобы все работало. Далее мы идем в наш Activity и здесь мы, где наследуемся от класса, мы подсоединяем наш вот этот интерфейс. Можно даже пробел сделать. В этом интерфейсе мы в методе onCreateView по умолчанию загружаем наш фрагмент в FrameLoyout. Да, если мы перейдем в наш Activity, вот наш Activity, вот наш FrameLoyout. Вот сюда мы подгружаем наш контент из фрагмента actions, то есть по факту этот код просто отобразить кнопку. И далее здесь нам нужно, так как мы подсоединили интерфейс, нам нужно переопределить этот метод интерфейса. И здесь мы говорим, ну и сюда падает в качестве аргумента падает текст, который мы передаем со фрагмента. То есть вот здесь, где мы нажимаем на кнопку, мы вызываем вот этот метод интерфейса и передаем определенный контент. И вот здесь мы как раз таки ловим этот контент и записываем наше текстовое поле в Activity в качестве в AttributeText тот контент, который мы передаем. Еще раз, здесь как это устроено? Есть Activity, в Activity есть текстовое поле. Даже вот так вот сейчас давайте. В Activity, ну это слишком. В Activity есть текстовое поле. Дальше идет FrameLayout, в котором есть кнопка. И при нажатии по кнопке мы передаем через интерфейс в Activity те данные, которые нужно записать в это TextView. В общем так все и работает. Это конечно специфичная задача, но допустим так мы можем при нажатии на кнопки менять фон в самом Activity. Задача специфичная, но она бывает часто встречается. А на следующем уроке я вам расскажу, как передавать данные между двумя фрагментами через Activity, которые будут являться типа посредником. То есть два фрагмента не должны о себе ничего знать, а через Activity они могут общаться. Это мы поговорим на следующей неделе. Да, кстати, я готовлю большой обучающий урок бесплатный по Swift. То есть те, кому интересна iOS разработка, получат от меня полный курс по основам программирования на языке Swift для iOS. Ну а на сегодня у меня все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok